Компания GLEAVTO представила краткосрочную стратегию развития Smart GLE 2025, то есть умный GLE. И согласно этой декларации, к указанному году объем продаж автомобилей основных брендов должен увеличиться более чем вдвое. Главным рынком сбыта ожидаемо определен Китай, а из неполных 4 миллионов общего тиража на экспорт будут уходить только 600 тысяч машин. Основными экспортными территориями назначены Восточная Европа, Южная Америка, Ближний Восток и страны Азии. Но куда интереснее и важнее другое. Основные марки альянса GLEAVTO это, собственно, GLE, электрическая Geometry, продвинутый Link & Co. и премиальный ZICAR. Так вот, Link & Co. решено предлагать россиянам. Это совместный проект GLE и Volvo, ориентированный на молодежь. В Поднебесной Link & Co. ежегодно продает около 200 тысяч машин. Притом гамма марки состоит из пяти разных моделей. В Европе представлен лишь кроссовер 01, да и то строго по подписке. Скорее всего, именно 01 первым предъявят нашей публике. Это одноклассник Tiguan, у которого базовая линейка состоит из трехцилиндровых полуторалитровых турбомоторов. Но кроме того предусмотрена двухлитровая турбочетверка. Трансмиссия обычных версий – шестиступенчатая механика или семиступенчатый преселектив. А полный привод построен вокруг многодисковой муфты. Гибриды устроены хитрее, но, вероятно, мы их не увидим. Шоком для покупателей должен стать чрезвычайно богатый набор оборудования. В него войдут виртуальные приборы, панорамная крыша и прочие фишки современного автопрома. Осталось только дождаться ценников на это все великолепие. Когда их навесят? Вопрос сложный. Ведь изначально начало поставок планировалось на 19-й год. Но тогда не сложилось. Теперь, если верить новой стратегии компании, сложиться просто обязано. Между тем, бестселлер GLE кроссовер Atlas готовится сойти со сцены. Российские дилеры распродают остатки модели, чтобы как только пройдут новогодние праздники, начать предлагать обновленный Atlas Pro. В гамме осталась лишь связка из 150-сильного атмосферника и шести диапазонного автомата. Однако привод, передний или полный, пока можно выбрать. Цена от 1 миллиона 700 тысяч рублей, и выбор вариантов крайне скромен. Что касается Atlas Pro, то сейчас он стоит дороже 2 миллионов. Но это из-за сложной силовой установки, что располагает технологии мягкого гибрида. С приходом простых моторов модель подешевеет.